Настоящий герой Украины как маршал Рыбалко спасал Львов и Европу. 4 ноября 2019 года, 14.19. Святослав Князев. 125 лет назад родился выдающийся военачальник, дважды и Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск Павел Рыбалко. По словам экспертов, он был универсальным солдатом, начав военную карьеру в пехоте, позднее стал командиром-кавалеристом, служил в разведке и военно-дипломатическом корпусе, а в итоге появил себя как талантливый командующий советскими танковыми войсками. Значительная часть жизни Павла Рыбалко была связана с Украиной, однако сегодня маршал практически забыт в Киеве. По мнению историков, это связано с тем, что новым украинским политикам упрекнуть Рыбалко в чем-то сложно, но признавать заслуги советского украинца они категорически не желают. Павел Рыбалко родился 4 ноября 1894 года в селе Малый Выстороп Харьковской губернии, сегодня входит в состав Сумской области Украины. Отец будущего маршала был рабочим. Кроме Павла в семье росло еще шестеро детей. Когда Павел был еще подростком, его отец получил тяжелую производственную травму, на него опрокинулся чан с горячим сиропом. После этого мальчик стал главным кормильцем семьи, рассказал в интервью А.Т. Академик Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин. По словам эксперта, Павел пошел работать сначала на Сахарный, а затем на Харьковский паровозастроительный завод, где освоил профессию токаря. Начало военной курьеры. Павлу Рыбалко судьбою было определено принять участие в большинстве военных конфликтов первой половины Хахавека, которые так или иначе затронули Россию, рассказал в беседе С.А.Т. военный историк Юрий Кнутов. По его словам, осенью 1914 года Рыбалко был призван в армию и принял участие в боях Первой мировой войны в составе 82-й пехотной дивизии. Он лично участвовал в осаде Перемышля, Брусиловском прорыве и ряде других известных операций российской армии. В конце 1917 года Рыбалко проникся идеями Октябрьской революции и вступил в ряды Красной гвардии. Будучи помощником командира Красного партизанского отряда, он воевал с немцами, петлюровцами и сторонниками гетмана Павла Скоропадского. Летом 1918 года он попал в плен к германским войскам, но был освобожден в связи с революционными событиями в Берлине и снова вернулся в строй. Павел возглавил боевую группу ЧК и сражался с бандами атамана Никифора Григорьева. В 1919-м Рыбалко вступил в РДР КПП и стал офицером Красной армии. Осенью того же года он возглавил Лебединский стрелковый полк, а затем служил на комиссарских должностях в кавалерии, в частности, в подразделениях Первой конной армии. Он участвовал в Советско-Польской войне, а также сражался с войсками Деникина, Врангельо и Махна. Белые пятна. После окончания гражданской войны Рыбалко решил связать свою дальнейшую жизнь с военной службой. Из-за массовых сокращений, связанных с переходом на штаты мирного времени, он был назначен на должность заместителя комиссара кавалерийского полка, а затем – комиссара. В 1925 году Рыбалко был переведен в Москву и поступил на курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. После успешного завершения учебы Рыбалко был командиром эскадрона и кавалерийского дивизиона, а в конце 1928 года стал командиром и комиссаром кавалерийского полка в украинском военном округе. Также по теме. По следам Брусилова, как советские войска освобождали Львов от нацистов в 1944 году, 75 лет назад советские войска освободили Львов от нацистов в ходе Львовско-Сендомирской стратегической операции. Как отмечают. В 1930 году руководство РККА обратило внимание на способного офицера. Он окончил стрелково-тактический курс и усовершенствование комсостава РККА-выстрел, а затем вплоть до 1934 года получил образование на кавалерийском отделении основного факультета военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. Во время учебы в академии аналитический юм Рыбалко заметили в военной разведке. Поэтому, пройдя положенный курс, он не вернулся обратно в кавалерию, а был откомандирован в распоряжении разведупроштаба РККА, а оттуда был направлен в Китай, рассказал Андрей Кошкин. По словам Юрия Кнутова, об этом китайском периоде службы рыбалка ходят целый ряд легенд. Однако насколько они соответствуют истине, наверняка сказать нельзя. Пишут, что он был военным советником и что работал под прикрытием. Но в целом вторая половина 1930-х годов – это белые пятна в биографии будущего маршала. «Думаю, этот период в его жизни будет рассекречен только в будущем», отметил военный эксперт. В 1935 году Павлу Рыбалко было присвоено звание полковника. С 1937 по 1939 год он занимал пост военного атташе СССР в Польше. Рыбалко стал одним из ключевых очевидцев драматических событий, связанных с началом Второй мировой войны, заметил Юрий Кнутов. В 1940 году Павлу Рыбалко было присвоено звание комбрига, а через несколько месяцев – генерал-майора. Спасение целого народа, как Красная Армия освободила Украину от нацистов 75 лет назад завершилось освобождение Украинской Советской Социалистической Республики от гитлеровских оккупантов – борьба. По словам Кнутова, только в мае 1942 года после настойчивых просьб генерала его согласились назначить замкомандующего, находящийся в стадии формирования Третьей танковой армии. В августе его назначили командующим, переживающим реорганизацию Пятой танковой армии, а в сентябре возвратили в Третью танковую на аналогичную должность. Назначение офицера, который раньше не имел никакого отношения к бронетанковым частям, командующим танковой армией было признаком колоссального доверия. Его считали одним из лучших командиров, заявил Кнутов. Боевое крещение на полях к сражению Великой Отечественной войны Павел Рыбалко получил в начале 1943 года. Его армия сыграла важную роль в разгроме гитлеровских войск во время Острогожской-Рассашанской наступательной операции, а затем участвовала в сложных боях под Харьковом. Армия понесла тяжелые потери в сражениях на востоке УССР и была реорганизована в 57-ю общевойсковую. Однако уже в мае 1943 года Иосиф Сталин приказал восстановить Третью танковую армию, на этот раз как гвардейскую, и опять передал ее под командование Павел Рыбалко, ставшего уже генерал-лейтенантом. Павел Рыбалко отлично разбирался в новейших бронетанковых технологиях. Кроме того, все, кто видели генерала в Дели, отмечали его храбрость. Причем это была не показная, а глубинная храбрость, истинная. По состоянию здоровья он передвигался с палочкой, у него сильно оттекали ноги, и он не мог ездить в танке. Поэтому он спокойно руководил боем, находясь в танковых рядах на обычном легковом автомобиле, рассказал Андрей Кошкин. По словам экспертов, военачальник, который до недавних пор не имел никакого отношения к тяжелой технике, разрабатывал теперь целые разделы военного искусства для танковых подразделений и соединений. И то, что он предлагал, блестяще работало. Как отметил Андрей Кошкин, Павел Рыбалко прославился своим умением организовывать переправу танковых частей. Вопреки всем прежним теоретическим выкладкам, танки Третьей Гвардейской форсировали реки быстро и сходу. Это сыграло огромную роль в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. В части под командованием генерала Рыбалко в сжатые сроки были переброшены из Букринского плацдарма на Лютежский и нанесли неожиданный удар по врагу. Причем нацисты не смогли даже ничего заподозрить, так как на покинутых позициях советские войска оставили мастерские изготовленные макеты военной техники. Рыбалко разработал новаторский способ освобождения захваченных городов. Вместо того, чтобы ввязываться в уличные бои в заведомо проигрышных условиях узких улиц, танки обходили города, рассекали коммуникации противника и деморализовали его. Впрочем, по его словам, за сохраненные жизни и исторические здания советского военачальника должны также благодарить и общины многих европейских населенных пунктов. Третья гвардейская танковая армия отличилась в ходе освобождения Польши и под Берлином. А когда столица Третьего рейха пала, танкисты Рыбалко, не получив даже нескольких дней на отдых, были переброшены в Чехословакию, где вплоть до 9-10 мая вела сопротивление крупная группировка гитлеровских войск. Уникальная личность. Война принесла Павлу Рыбалко признание руководства страны и множество наград, включая две звезды и Героя Советского Союза. Однако отобрала у него единственного сына. Отец с первых же дней войны отказался опекать его и держать возле себя, сказав, что не желает, чтобы он служил как генеральский сынок. Летом 1942 года лейтенант Виль Рыбалко без вести пропал в ходе боев под Харьковом. Позже стало известно, что он сгорел в танке. Но трагедия не сломила военачальника. Он довел свои части до Берлина и Праги, а затем занялся восстановлением разоренной войны Европы. 1 июня 1945 года Павлу Рыбалко было присвоено звание маршала бронетанковых войск. В 1946 году он был назначен заместителем командующего бронетанковыми и механизированными войсками Советской армии, а в 1947 году – командующим. Кроме того, он был избран депутатом Верховного Совета СССР. Павел Рыбалко завоевал доверие Иосифа Сталина. Есть информация, что его кандидатуру рассматривали на пост министра обороны СССР, и для этого существовали все предпосылки, рассказал Андрей Кошкин. Однако свои коррективы в судьбу маршала внесли болезни, преследовавшие его с молодости, 28 августа 1948 года Павел Рыбалко умер. Ему было всего 1953 года. По словам Андрея Кошкина, Рыбалко, в отличие от почитаемых сегодня в Киеве гитлеровских пособников, и есть настоящий герой Украины. Украинские власти пытаются предать имя маршала Забвению. Так, в 2001 году улица, носившая имя маршала во Львове, была переименована в улицу Симона Петлюры. Киевские политики быстро поняли, что придраться к фигуре Павла Рыбалко невозможно, за ним не числятся никаких неоднозначных поступков. Поэтому историю его подвигов стали просто замалчивать. Посвященные ему публикации в украинских СМИ имеют сегодня единичный характер. Это, учитывая его колоссальные заслуги, очень обидно и несправедливо, потому что маршал Рыбалко был уникальной личностью, резюмировал Андрей Кошкин. Продолжение следует...